Друзья, всем доброе июньское утро. Всех с новым днём. Таня вышла, девчонки, на часах 15.06. Солнце уже, ой, яркое, такое сильное. Постараюсь пораньше успеть сделать, что наметила. Помидорчики попасанковать. Вот у меня фронт работы. И я красавица. Всем привет. Друзья мои, я управилась на часах 8 минут восьмого. Подвязала помидорчики. И вышла к речке выкинуть так называемые обрезки. Тишина и блаженство. Только вода шумит. О, речка наша вообще ручеёк. Я вам уже её показываю. Послушайте, как шумит она и птички поют. Никого нет сегодня, как никогда. Я рано, но обычно рано с кем-то, с соседями, а то одна. Одинёшенько. Так мне хорошо. Небо чистое. И хочу вам сказать, наверное, будет такая же жарень. Вчера было у нас 42, а в тени 38. Такая наша речка. Господи, ручеёк. Иду. Роса сильная. Ручеёк. Если посмотреть меня, моя подруга из Ставрополя, Танюшка. Танюшка знает о нашей речке, где мы с тобой когда-то с заком ловили рыбу. Далёкие-далёкие 70-е годы. А теперь вот что происходит. Не факт, что совсем она у нас не пересохнет. Камыши. Если так вечером выйти, так и страшно одному. Ребята. Виктор Васильевичу надо опять косить, девчонки. Но нет у него времени. Сегодня вообще всю ночь мотался, вызывали. Ну, лето, как всегда. Сезон творческого процесса во всех организациях, которые работают на благо Родины. Это мы, бюджетники, можем в отпуск пойти. А им, конечно, достается в летнее время. Верба. И совсем не пилит её соседка. И мы не лезем на чужую часть. Тенёчек и комары, ребята. Комары. Круглые сутки здесь. В тенёчке. Вчера вечером поливала, девчонки. Всё, всё, всё. Даже не видно. Земля опять сухая. Вот Таня поработала. Вот так. Пошматывала все Андрюхины старые футболки. Подвязала и сделала декоративную стрижку своим томатом. Простите с Богом. Уже уходи-то цветают. Хорошо. Ухожу, девчонки. Забираю свою тяпку, потому что уже жара. Хоть и ветерочек. Всем удачного дня, мои хорошие. Пошла, ребята, ещё на межу с соседями. Что хочу вам сказать. У нас такая межа неудачная. У них огород ниже, у нас выше. И вот покажу вам. Смотрите. Вот это портулак. Так называемый портулак. Девочки, растилают всё. Вот Таня до дождя. И бабушка, соседка. Всё это дело пробивали. Смотрите. Просто коврик. И не сохнет. И куры его не едят. И господи, вообще. Сейчас вот срублю и вверх корнями выложу, чтобы сох. Вот. Только в таком виде он может засохнуть. Иначе никак. Плотный, твёрдый. И ничем не убиваемая вещь. Вот такой у нас теперь новый сорняк. Говорят, занесли его с семенами горчицы. Бог его знает. Но не убиваемый товарищ. Девчонки-хозяюшки. Да и мальчишки-хозяева жизни. Напишите, у кого есть такая вот гадкая трава. Вот щир. Сейчас вырву и всё. Лебеду тоже. А это невыносимая картина. Девчонки-мальчишки. Устилает всё. Всё устилает. Особенно вот на дорожках, на меже. А межа такая. Вот видите, косая. Я вверху, люди внизу. Хотя вон стоит колышек. Это межевание мы делали. Это уже не наша часть. Но как я? Надо же пробивать. Поэтому он меня не то, что бесит. А убивает на корню моё желание работать. И так у всех. У подруг моих, у друзей, у знакомых. Такая красота в Курском крае. Ребята, как могу секу. Уже жарко. Если честно, стою вверх одним местом. Потому что вот эта гора, вот наша картошка на горе. А я внизу. И кверху. Опай. Таня сейчас будет дальше портулачок свой уничтожать. Ой, девчонки. Никому не желаю такую гадость. Да, она ещё, видно, вам зацветёт. Потом жёлтеньким. Радоваться тут нечего. Сумех сквозь слёзы. Вот так. У ребят. Очистила плантацию. Мы не досаживаем специально до этого бухра, так называемого. Смотрите. Начинает уже картошка зацветать. Ну, как-то слабо. Скажу вам честно. Поздно мы садили. Таня два раза полула. Девчонки, всё равно уже бурьяна. Но не пойду. Виктор Васильевич мой кричит. Не смей. Я только потравил жуков. Ну, хотя бы дня через два Таня выйдет. Ой, девчонки. Проводим отпуск. Интенсивно и хорошо. Всё. Всем счастливо. Вот наша слива бывшая. Совсем уже нет её. Ну и слава богу. Одни листья урожая уже не было. А вот там такая холубка. Видите, у нас по-курски. Люди из чего могут с тобой лепить. Старики, пенсионеры. Так и живём. Всё, мои хорошие. Пока-пока. Побежала я домой. Якобы отдыхать. В кавычках. Села Таня передохнуть. Передышку сделала. На качельках. Показываю свою грядку. Девчонки. Вчера схватила я пионы. Без жалости. Три куста удалила всё. Потому что остальным моим цветам никакого роста они не давали. Вот теперь так немножко пусто. Но хотя бы однолетники пойдут в рост. А то невыносимо. Клематис кучерявится. О, чубчик кучерявый. Выставил. Но ещё не цветёт. Пропадает девочки абрикос. Последний год, наверное. Мы с Витей расстроились. Пропадает. Вот такая красота. Папа родник тоже до 7 июля до Ивана Купала. Потом начнёт жухнуть. И я его срезаю. Вот мои новые жители, гвоздички. И смотрите, как поздняя осень. Абрикос сбрасывает с себя листики. Что ты будешь делать? Да ничего. Не поделаешь тут. В этом году первый раз купила девчонки портулак. Уже немножко отшлёла. Сейчас оборву. Дикий меня замучил. А вот такой красивый мне нравится. У меня у подруги. Прямо кустами. Я купила розовенький, желтый и красный. Ну абрикос, посмотрите, что творится. Ой. Всё засыпано. От них усты балдеют. На нашей грядке. Ещё один красавчик. Ой, какой цвет мой любимый. И сам-сам он понасеялся. Будет целый куст. Девчонки, у меня тут за забором соседские утки. Если вам слышно, мы в деревне. Знаете. А пионы убрала. Не хочу. Жду теперь лилии. И, конечно же, клематис. Чубчик свесил. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.